Когда я только начинал делать канал, гаджеты были на уровне впечатлений футуролога. Мы прогнозировали, мечтали и фантазировали. Прошло уже 5 лет, для меня это стало работой, а технологии ушли так далеко, что во многих аспектах жизни это стабильная норма. Я был одним из немногих, кто рассказывал и показывал 3 года назад систему бесконтактной оплаты на смартфонах, уверяя, что за этим будущее. И оно наступит быстрее, чем мы можем даже мечтать. Так и получилось, но при этом удивляться я не перестал. Каждый день появляется что-то новое, делая мир каждый раз в совершение. Удивительно, но в какой-то момент Тинговбанк стал для меня универсальным решением, с которым действительно удобно жить. И неважно, есть у тебя ссовой карта или нет. Главное, чтобы был смартфон и приложение. И это на самом деле решает абсолютно большинство задач, которые могут появиться у меня в течение дня. Перемещаясь по городу, не раз были случаи, когда требовался нал, а вот карта была дома. Просто находка, функция, когда для доступа через банкомат достаточно смартфона. Нужен лишь телефон с привязанной в бесконтактном ключе картой. Первый раз дико удивляет то чувство, когда твои тайные желания были услышаны. Вы знаете, не бывает плохо, либо хорошо. Черное или белое. Всегда есть огромное количество мелочей, из которых и складывается правда. Я на себе это почувствовал, когда мы этим летом поехали отдыхать в Европу. И я успешно забыл свою банковскую карту. Да, вы знаете, я сделал европейскую карту в евро. И, естественно, закинул на нее денег. И оставил ее дома. Нет, это, конечно, не особо умный поступок. Но, с другой стороны, Тинькофф Банк смог меня спасти в этот момент от множества проблем, которые меня могли постигнуть. Я взял и перетащил элементарно свой евро счет на рублевую карту, которая у меня была с собой. И эта самая рублевая карта, естественно, находится в кошельке. Я просто ее не выложил, потому что она у меня каждый день с собой. Я каждый день не расплачиваюсь. Все, профит. В принципе, после мне уже ничто было не страшно. И вот, когда у тебя есть возможность вот так просто решить твою проблему, ты есть те самые мелочи, которые делают жизнь лучше. Удивить современного человека крутым банковским приложением в смартфоне сложно. И для нас это норма. Кэшбэк, процентный остаток по карте каждый месяц. Выбираем любимые места и куча чего еще. Ребята из Синьгофф Банка избавили меня от других моментов. Я могу внутри приложения, например, оформить страховку через поддержку за пару минут, вписав супругу в ОСАГО. Это самый настоящий подход Apple, когда одна компания берет на себя твои аспекты жизни и делает их в десятки раз проще. Эксперименты ради мы заказали сим-карту Тинькова, Тиньков Мобайл. И решили попробовать, так ли все будет хорошо. Я очень долго спрашивал консультантов ТЦ. Думал, он где-то завалится, но оказалось это и правда очень выгодно. Самое интересное, что вы можете внутри приложения вашей банковской карты перекидывать деньги с своей сим-карты назад на карту. То есть у вас не хватило денег, например, а на сим-карте денежка есть. Вы можете закинуть ее на банковскую карту, а потом все вернуть назад. Реально очень круто. И опять-таки мелочи, помните? Интерфейс новостной сториз, быстрая поддержка в чате 24 на 7, украли карту и тут же перевыпустят бесплатно. Моя жизнь на ходу, за день я могу перемещаться на десятки километров в городе по встречам, съемкам и личным делам. Даже бизнес должен быть онлайн и под рукой. Сегодня для меня важно одно, удобно работает иниверсально единое решение. Даже если любимой не хватает немного на сумочку и нужен именно кэш, не проблем, отправлю QR-код и она снимет деньги в ближайшем банкомате, который есть почти во всех московских ТЦ. Вы ищите выгоду? Я да. И кэшбэк в этом случае норма. 1% со всех покупок начисляется вам на бонусный счет. Круто? Да. Но это не все. Вы, естественно, получаете до 30% у партнеров. Но есть еще и любимые места. И вот тут Тинькофф Банк подошел совсем нестандартно. Вы выбираете кафе, кинотеатры и, например, супермаркеты. Реально решать. Там даже есть такие более узкие темы, типа цветочного магазина. И попользовавшись этим пару месяцев, начинаешь реально понимать, насколько это круче работает, чем у любого другого банка. Хочу изменить мир. Ладно. На самом деле я просто хочу стать его неотъемлемой частью, не отвлекаться на всякие мелочи вроде оплаты ЖКХ, походу в банк и так далее. Хочу больше проводить время с семьей. Подожди, 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 подожди. Ты, я знаю, уже хочешь выключить это видео. Рука тянется, поставит дизлайк. Ведь никакой халявы ты не получил. Для себя ничего не подчеркнул. Очередное бесполезное видео в интернете. Так? Я угадал. Но нет. На самом деле ты получишь много интересной халявы. А под много интересной халявой я подразумеваю уникальную ссылку в описании, первой строкой, которая находится. И если ты перейдешь по ней, заказываешь карту, получишь три месяца совершенно бесплатного обслуживания. Ну и, конечно же, сможешь попробовать самостоятельно все фишки Тинькофф Банка. И оценить для себя лично, что хорошо, что плохо. Будешь ли ты пользоваться этим в дальнейшем. Крутая тема, поверьте мне. Но лучше вам один раз попробовать, чем сто раз услышать от меня и от кучи других блогеров, людей, звезд и кого бы то ни было другого. Попробуйте сами. Три месяца фри по ссылке в описании. При этом решение все в одном моя слабость. И мне хочется верить, что вот эти все технологии, все эти мелочи в Тинькофф Банке будут лишь приумножаться и увеличиваться. И я уверен, что впереди нас ждет нереально крутое и светлое будущее. При этом часть этого будущего уже здесь и сейчас. Надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Не забывайте оценивать его. Конечно же, подписываться на канал. И спасибо, что смотрите. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok